Добрый день, друзья! Приветствую вас на своём канале. Надеюсь, у вас всё хорошо. Сегодня я буду готовить мясо, свиные ребрышки. Для этого мне пришлось одеть сегодня фартушек. Этот фартушек моей мамы, который ей пошила её приятельница Кристина. Вот чудо-фартушек. Очень удобный, с кармашком. Я редко пользуюсь фартуком, потому что обычно очень такие блюда делаю незатейливые, так скажем. Но сегодня мясо и соусы, поэтому я себя обезопасила. Значит так, у меня 700 грамм свиных ребрышек. Они разного размера, и побольше, и поменьше. Но это привело к тому, что я решила запекать их в пакете для выпечки, в духовке. Это будет быстрее, они равномернее пропекутся. И, конечно, экономия времени будет. Значит, что делаем? Я сейчас вот эту форму вот так сбрызну оливковым маслом. Положу сюда ребрышки. Отодвинем пока. И что для маринада этих ребрышек нужно? Я буду использовать две столовых ложечки кетчупа, две столовых ложечки свит-чили соус, сладкий чили соус, две чайных ложечки без верха горчицы зернистой, две столовых ложки апельсинного сока, соль, конечно, по вкусу, как всегда, без верха столовая ложечка муки, также приправы, специи, которые вы любите. И у меня остался мелко порубленный лук-порей, я тоже его использую. Ну, на кухне и готовка – это всегда эксперименты, это всегда какие-то вариации. Редко, когда там получается одно и то же блюдо одинаково. Но я не боюсь экспериментов, поэтому будем готовить так. Значит, сейчас соединяем соусы, чили соус, кетчуп, горчица, апельсиновый сок. Надо смотреть, всегда можете все количество не выливать, ничего страшного. Тут же засыпаю чайную ложку соли, специи. У меня чабрец, я буду использовать чабрец, я очень люблю мясо с чабрецом. и у меня приправа готовая для мяса. Вот. Ребрышки свиные, поэтому много не надо, свинина хорошо пропекается обычно. Также я хочу использовать один лавровый листик, я его вот так покрошу. Я очень люблю лаврушку везде, в любом мясе, в супе. Вот. Все. И сейчас я должна это все перемешать. Хорошенечко промассажировать все эти косточки. И это мясо с маринадом отправляем где-то на полчасика промариноваться. Нету времени, достаточно 15 минут. Все равно оно хорошо пропечется, потому что горчичка сделает свое дело. Горчица очень хорошо помогает при выпечке мяса. Любого, даже самой жесткой говядины, горчица очень размягчает любое мясо. Вот все. Сейчас это форма, это мясо пойдет на мариновку. Ну, я думаю, что минут 20 у меня это займет. И мы вернемся к нашей готовке. 20 минут прошло. Мясо промариновалось. Сейчас я еще сюда должна добавить чуть-чуть муки. Буквально столовую ложечку без верха. Чуть-чуть. И, собственно, вот этот лук порезанный. Я не знаю, может быть, это ошибка, что я его кладу, но не хочется, чтобы пропадал продукт. так. Сейчас все это немножко перемешаем. Сейчас уже руками не буду, чтобы показать вам, как распределить мясо. Если у вас нету этих пакетов для выпечки, неважно, берете форму, все выкладываете в форму и закрываете фольгой. На где-то чуть дольше будет выпекаться, естественно. на 30 минут закрываете фольгой, потом открываете еще минут 15 без фольги. Зажариваете. Ну, у меня сегодня вот такой вариант. И мясо получится нисколько не хуже. Просто вариант с пакетом, он щадящий, не надо потом мыть эти все противни и духовочка чистая. Все мы пробуем как-то сократить наши лишние тела движения. Вот так. Все, мясо готово. Сейчас я его выложу в пакет. Я, пожалуй, возьму возьму. Будем выкладывать пакет аккуратненько. Видите, кусочки совсем разные и потолще, и потоньше. Поэтому пакет в данном случае очень выручен. все пропарится, прожарится. Я раньше не использовала пакеты, думала, что в пакете оно вроде как протушивается больше. Нет, подобного. Прекрасно зажаривается и с румяной корочкой мясо получается. Так что не бойтесь пользоваться. Если есть такая возможность, это сократит вам время готовки и время уборки вашей духовки. Вот. Отложили. Сейчас это тоже все сюда, чтобы без потерь. Все. Отставляем. Вот так дополняем пакет, распределяем мясо по пакету вот так вот равномерно, чтобы кусочек на кусочке не лежал. И закручиваем пакет очень сильно вот таким движением. Так, нам надо будет достать вот такую. Вот такие пакеты у нас продаются. Не знаю как. Вот такая штучка. Зафиксировать все, что вы свернули. Пластиковая. Фиксируем пакет. Получится, наверное, на два раза на два раза поверну. Посмотрим. Немножко скользит. Так, я сейчас отключусь. Ну вот, все, удалось мне закрепить. Делаем три прокола сверху ножом. в этом небольших таких. Все. И отправляем в духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке, вы будете видеть, что уже мясо зарумянилось, и в мешке это происходит очень быстро. Значит, под фольгой на 200 градусов на минут 15-20, потом открываете фольгу. Все. Ждем результата. А пока будет выпекаться мясо, я вам покажу, что я буду делать на гарнир к этому мясу. к свиным ребрышкам я решила сделать запечь картошечку, но предварительно я ее обварила минут пять, она уже чуть проваренная. На противень, на бумагу я промазала чуть-чуть топленым маслом, вокруг обложила лук-порей, кусочки морковочки. Ну, в общем, что у вас есть под рукой, какие овощи, вы можете обложить вокруг картошечку. Вот так. И сейчас я ее сбрызну еще чуть-чуть сверху оливковым маслом, ну, у меня вот такое, можно распылить. Если такого нету, не важно, просто пройдитесь этой кисточкой и все, этого будет достаточно. и духовочку, поскольку у меня две духовочки, верхняя гриль и маленькая и нижняя большая духовка, мясо выпекается в нижней, это я поставлю в верхнюю духовочку. Если у вас такого варианта нет, вы можете, когда у вас останется 20 минут до готовности мяса, вы поставьте противень второй с картошечкой вниз под на решетку под мясо и она прекрасно зарумянится у вас в духовке. Все, это идет в ту духовочку. Ждем результата. вот друзья, я только что вытащила из пакета ребрышки. такая красота получилась. Они все зарумянились и очень мягкое мясо. И сейчас осталось вот тут я порезала лучок, присыпать луком. Такая красота. сейчас ждем картошечку. Вот и картошечка подоспела румяная. Потом красиво на блюде я покажу подачу в шорт видео. Пожалуйста, готовьте ничего сложного. Все быстро и вы можете фантазировать, поскольку соус, соус-маринад для ребрышек вы можете по своему вкусу добавлять какие-то ингредиенты. Желаю удачи. Рецепт будет под видео. До встречи. субтитры